физкульт привет друзья и ученики сегодня у меня по плану тренировка грудных мышц и приехал подписчик очередной зовут вы данил с украины он правда живет у нас уже в городе учится в школе 17 лет ему вместе с отцом смотрели мой канал тренировались говорит отец очень доволен результатами и сегодня мы проведем совместную тренировку грудных мышц но как вы знаете я делаю точно то же самое чему учу вас и естественно грудные мышцы не такие крупные мышцы чтобы от них был адекватный выброс гормонов в кровь чтобы мышцы росли поэтому мы сначала должны сделать одно из гормонов выбрасывающих упражнений на мой взгляд приседания на 15 и выше повторений является одним из самых лучших способов выбросить гормоны в кровь именно при тренировке грудных мышц что мы с вами сегодня и увидим естественно мы сделали уже общую разминку на велотренажере 15 минут разогрели наши коленные суставы потом сделали суставную гимнастику и перешли к приседаниям в приседаниях мы тоже делаем 34 разминочных подводящих подхода и когда дойдем до веса с которым сможем сделать 15 повторений тяжелых повторений мы остановимся и начнем работать рабочий подход будет один как раз таки его будет достаточно чтобы стимулировать выброс гормонов которые мы потом успешно с вами будем загонять в наши грудные мышцы с помощью трех упражнений я покажу вам мои любимые упражнения на грудные мышцы вы не увидите жим лежа не только потому что это упражнение я не люблю я как и все люблю жим лежа но нестабильность моих плечевых суставов может привести к серьезной травме особенно в левом плечевом суставе где у меня мышцы ротаторы разорваны больше чем на 70 процентов и помимо того что я испытываю боль это другой фактор но риск получения серьезного разрыва грудной мышцы или даже широчайший потому что широчайшая мышца левая тоже чувствую за нестабильности сустава немножечко надорвана побаливает я избегаю сейчас жимов со штангой лежа и в наклоне и что удивительно я потерял даже немножко в силе в этих упражнениях хотя с гантелями или в тренажерах я могу работать с прежними весами не знаю не могу объяснить почему это если у вас есть свое мнение или если вы знаете почему это произошло по какой причине буду вам признателен напишите в комментариях я думаю будет интересно и не только мне и так мы работаем в наших разминочных подходах денис сейчас выполняет мой компаньон мой партнер по бизнесу и друг мы вместе тренируемся и вдалеке вы видите данила тоже приседает парнишка занимается баскетболом живет здесь в семье приемной так называемой и учится в школе платит относительно небольшие деньги за это и пытается тоже остаться легализоваться жить в штатах тяжело конечно это ему ищет работу сейчас сам занимается баскетболом серьезно и при этом тренируется железом показатели у него очень неплохие может как-нибудь он придет еще если в гости то попрошу его снимем может отдельно интервью о том как он тренировался как он пришел к тому что необходимо делать базу и скажу что для 17-летнего у него довольно неплохие силовые показатели даже у некоторых моих взрослых знакомых нет таких это говорит о том что база рулит только глупцы не делают базу только глупые тренера советуют начинать свой тренинг с тренажеров серьезно говорю нет более глупого совета нужно приседать нужно делать тяги естественно большую часть времени работая над техникой не думая ни о каких весах силовых рекордах а когда вы окрепнете когда вы будете уверены в технике своей придет время для того чтобы набирать силовой фундамент все это в принципе описано в моих статьях ступени для начального уровня с полного нуля до выхода на уровень середнячок найдите на моем сайте и чем джим . ру кто еще не знает статьи называются ступени 4 статьи практически на два года расписано как вам тренироваться не просто расписано а каждая ступень заканчивается специальными тестами если вы осиливаете данный тест данной ступени то вы переходите на следующую ступень все очень обоснованно грамотно и уже отработано ни один год ни на одном ученике нет негативных отзывов ни одного и даже те кто уже много и долго тренировался но не имеет результатов возвращаясь к моим ступеням начиная грубо говоря путь с нуля пишут что получили гораздо больше за короткий срок чем все это время которое они тратили протирая штаны в тренажерах приседания скажу вам друзья это самое лучшее упражнение и если вы не приседаете то это является основной причиной почему вы не растете еще наш любимый арнольд шварценеггер говорил об этом не раз но как всегда мало кто к этому прислушивается ведь все любят качать жим лежа качать бицуху как я называю дрочить бицуху концентрированными сгибаниями рук с 5 10 килограммами это реально похоже на мастурбацию и ждать от мастурбации того что у вас вырастут мышцы как минимум наивно то же самое хочу сказать и арнольд об этом не раз говорил и статьи писали об этом в журналах мускулар development flex со слов арнольда и со слов других профессионалов что именно брусья являются лучшим упражнением на грудь будем делать грудь но так как вы знаете для натурального тренинга крайне важно чтобы были гормоны в крови естественно мы сначала делаем приседания чтобы вы не думали что то чему я вас учу сам не практикую так данила приседал мне осталось еще один подход и пойдем качать грудь вернемся к жиму лежа и отжиманиям от брусьев так вот отжимание от брусьев упражнение которое прорабатывает ваши грудные мышцы целиком и полностью и когда я говорю и рассказываю вам о том что жим лежа это не массонаборное упражнение я намекаю вам на то что когда вы тренируетесь и когда вы используете жим лежа то используйте его именно в силовой период используйте жим лежа как наращивание общей силовой базы в периодизационные циклы когда тренируетесь на силу используйте жимы лежа на пять шесть три повторения не меньше трех не больше шести тогда будет расти сила никаких отказов а когда будете работать на массу используйте гантели горизонтальные жимы жимы в наклоне очень круто пробивают грудные мышцы именно гантелями за счет того что включается как можно больше мышц стабилизаторов конечно при работе со штангой они тоже работают но все же не в таком количестве и не так сильно напрягается центральная нервная система почему я думаю объяснять не нужно ну что друзья в принципе мы сделали свою основную задачу мы выбросили неплохое количество гормонов кровь это очень хорошо ощущается и пойдем сейчас работать над грудными мышцами естественно нужно кое-какое время на то чтобы восстановиться я специально сильно не урезал тренировку чтобы вы видели сколько реально времени мы отдыхаем между подходами потому что тоже многие возмущаются что невозможно даже одну группу мышц прокачать за 50 минут а вы знаете я никому не рекомендую даже тем кто на фармакологии тренироваться больше пятидесяти минут именно силовую часть тренинга мы не включаем в это время время необходимое для разминки и заминки только силовая часть тренировки должна вмещаться в 50 минут и сегодня мы занимались ровно 50 минут при этом сделали три тяжелых упражнения на грудные мышцы в трех рабочих подходах в каждом из упражнений и сделали приседания 50 минут друзья все о чем я говорю я практикую сам я придерживаюсь этого сам и вы знаете все чему я стараюсь вас учить это практика конечно есть немножечко теории но все равно любую теорию сначала опробую на себе перед тем как нести ее в массы конечно проходят через нее и мои ученики но недовольных нет нет недовольных ни одного из участников моей закрытой группы где уже сто двадцать восемь человек сто двадцать восемь человек и ни одного недовольного все получают то что хотели и довольны своим прогрессом кстати чего не было когда я тренировал людей персональном два или три человека были недовольны но в группе все друзья довольны что идем качать грудь гормоны выбросили в кровь не с помощью инъекций правда а с помощью приседаний и сейчас начнем качать грудные мышцы гантелями то что я в принципе больше всего люблю у меня в зале всегда работает тяжелая хардкорная музыка наподобие металлики акцепт уда меновар эта музыка реально заряжает и как говорят про рамштайн под эту музыку железо становится легче это правда что нужно знать когда мы тренируем грудные мышцы для того чтобы не забирала основную нагрузку на себя передняя дельта необходимо выставлять уровень скамьи на самый нижний предел либо если у вас не получается такого если угол у вас регулируемой скамьи выставляется очень высоко можно просто создавать из блинов наподобие подставки и в изголовье скамьи ставить ее на эту подставку идеальный угол это 30-35 градусов вы будете уверены в том что работают именно грудные мышцы не передняя дельта а это очень и очень важно обращаю ваше внимание на то что в первом упражнении на рабочую группу а сегодня у нас это грудные мышцы мы будем делать разминочные подходы 3-4 разминочных подхода и 3 рабочих но в последующих упражнениях мы разминку делать уже не будем на грудные мышцы по той простой причине что они у нас уже размяты и нет в этом никакого смысла возможно сделаем один прикидочный подход чтобы понять с каким весом мы сегодня поработаем на 10-12 повторений и мы работаем в отказ но поймите мы работаем так чтобы остановиться до одного повторения которое следующее будет отказным то есть если я сделаю 10 повторений чувствую что следующее повторение меня задавит одиннадцатое я его не делаю вот что значит на гликолитические мышцы работать в отказ и не забывайте что отказы бывают разные кому интересно найдите мои статьи или видео об этом они называются два вида отказа обращаю ваше внимание вот данил и многие сталкивают гантели вверху вот я ему сейчас сказал он перестал это делать когда вы тренируете грудные мышцы или дельты ни в коем случае не соприкасайтесь и не ударяйте гантели друг от друга это не нужно и опасно зачастую очень шикарное упражнение жимы гантели на наклонной скамье вы можете четко чувствовать работу грудных мышц если конечно умеете концентрироваться это очень и важно в упражнениях на массу на силу нам нужно просто думать о том чтобы выжить сначала нужно взять гантели поставить на колени потом как бы садишь в спину беречь обратите внимание на то что я всегда говорю как нужно работать в негативной фазе это очень и очень важно если вы бросаете гантели штангу тренажер вниз под действием силы гравитации они за счет работы мышц вы лишаете себя 50 процентов тренированности на самом деле обкрадывая себя замедляйте негативную фазу движения и вы будете получать в два раза больше пользы от любой тренировки попробуйте и возможно тогда многие из вас почувствуют работающие мышцы которые никогда не чувствовали кстати когда мы работаем на массу основная наша задача чувствовать работающую мышцу именно в момент выполнения упражнения но когда вы работаете на силу особенно в таких упражнениях как тяга в таких упражнениях как приседы вы просто-напросто не должны думать о том чтобы чувствовать какую-то работающую мышцу по той простой причине что работают практически абсолютно все ваши мышцы и представьте ведь мозг дает сигнал по нервным окончаниям к мышцы а потом должен получить сигнал обратно но когда работает максимально возможное количество мышечных волокон вы можете себе представить чтобы мозг давал вам ощущение работы абсолютно всех мышц тела это отличное упражнение повторяю никогда не берите гантели с пола сидя работайте так чтобы замедлять негативную фазу движения мощно выжимаете вверх старайтесь чтобы ваши локти полностью не распрямлялись не уходили в замок чтобы нагрузка не смещалась с работающих мышц на сустав не нужно объяснять для чего это да просто вы будете увеличивать отдачу от упражнения сохраняя рабочее напряжение нагнетая его с каждым подходом и она не будет теряться не будет рассеиваться и не будет перегружать работающие суставы а суставы связки гораздо легче перетрудить чем мышцы и если вы чувствуете когда болят ваши мышцы когда они немножко повреждены то связка не болит болит она когда она уже воспалена и нужно знать что связка восстанавливается ровно в два раза дольше чем работающая мышца очень важно знать все эти тонкости понимать их применять их на практике нужно знать что знание и понимание это разные вещи многие не могут дойти до того что это такое но на самом деле все очень просто представьте многие из вас знают что нужно чистить зубы по утрам до но как на практике происходит вы просыпаетесь идете чистить зубы потом идете кушать но это полнейшая чушь глупость нелепость действовать нужно совершенно по-другому а дальше по плану у нас тренажер хаммер а потом будем делать лучшее упражнение на грудные мышцы нет это не жим лежа это отжимание от бруси так как сегодня она у нас идет последним номером то и делать его мы будем не с дополнительным весом а на количество раз вот такой замечательный тренажер у нас есть хаммерок в котором очень любим прокачивать грудные здесь есть ваш большой не нужен потому что работа чувствуется прям на ура так вот понимание это когда вы просыпаетесь полоскаете зубы умываетесь кушаете и чистите зубы после еды а потом идете на работу в школу или в институт но 90 процентов людей имея знания и не понимания действуют абсолютно по-другому зачем-то чистят зубы перед едой и потом с грязными зубами грубо говоря идут себе по своим делам зачем когда вы почистили зубы на ночь утром достаточно сполоснуть почистить язык поесть а потом уже чистить зубы и так это один из любимейших моих станков хаммер данный станок работает как обратно наклонный жим тоже необходимо работать так чтобы замедлять негативную фазу движения и что мне очень нравится что в этом станке можно чувствовать работающие мышцы очень и очень хорошо не знаю с чем это связано но у меня происходит именно так я колоссально чувствую грудные мышцы причем не только ихнюю нижнюю часть зависит наверное от того как вы выставите спинку как вы выставите сидение но важно помнить основные правила мощно выжимаем и опускаем вес за счет работы мышц точно так же как мы напрягая мышцы выжимаем вес точно также нужно опускать вес не за счет силы притяжения а за счет того что вы напрягаете ваши мышцы научитесь вообще сначала работая на массу не на силу концентрироваться и напрягать целевую группу мышц над которой хотите поработать а только потом начинать делать движения вы удивитесь насколько изменится ощущение связи мозг мышца насколько качественнее будет прорабатываться мышца и как она будет наполняться кровью пампится что касается отказов когда я говорю что отказ убивает силу я это не просто так придумываю и не я это придумал на самом деле не одни лифтеры пауэрлифтеры и стронгмены не работают в отказ зная это но когда мы работаем над гликолитическими мышечными волокнами мы подходим к отказу то есть выполняем движение так чтобы следующее повторение было отказным но мы его не делаем когда мы тренируем промежуточные мышечные волокна мы доводим себя до позитивного отказа на 10-12 повторений сбрасываем 20 процентов веса и сразу же добиваем еще где-то 8 повторений 68 повторений тоже в позитивный отказ это два разных вида отказа и кто тренируется уже давно понимает в чем разница когда мы с вами тренируемся отрабатываем окислительные медленные мышечные волокна наступает совершенно другой вид отказа никогда вы уже чисто физически не можете выжать вес а когда вы психологически уже не вы способны выносить жжение в работающие мышцы когда она закисляется очень сильно это тоже отказ но он отличается от предыдущих отказов все это нужно четко понимать и тренироваться когда вы уже вышли на уровень середнячка именно по такому принципу каждая новая тренировка на ту и ту же мышечную группу должна быть новой пример сегодня к примеру мы тренируем грудные мышцы на гликолитические волокна на массу следующая тренировка грудных будет на окислительные мышечные волокна следующая на силу потом опять окислительные затем промежуточные и снова окислительные как вы видите окислительные медленные мышечные волокна тренируются неделя через неделю это тоже очень важно чтобы ваши мышцы успевали восстанавливаться успевали нарастать но самое главное это дает хорошую разгрузку именно центральной нервной системе и эндокринной нервной системе это тоже очень важно если вы будете переутомлять вашу центральную нервную систему это не приведет ни к чему хорошему как к перетренированности до прямой путь к перетренированности это линейный тренинг нет ничего более глупого и опасного этот кто хочет прогрессировать должен тренироваться именно по принципу основанном на периодизации по различному типу мышечных волокон вы можете строить как угодно кому интересно на моем сайте чем джим точка ру есть большая статья многие называют ее книгой называется она спина от а до я в которой я привожу пример одного витка спирали полного цикла периодизации на примере мышь спины и вы можете ознакомиться с ним изучить его применять на практике доработать под себя и применять к остальным мышечным группам все это очень и очень важно но естественно на периодизацию мы переходим после того как достигли определенных силовых показателей они описаны в моих статьях ступени что ты как себя чувствуешь отлично правда немножко убитые давно не тренировался вообще отлично грудь просто разрывается о кто это у нас на горизонте джанет 8 8 век смотрите 8 недель до соревнований вау шуми и и путь кстати скоро джанет обещала позвонить мне написать я схожу специально и сниму для вас вы давно уже просите как она тренирует спину а может попозже еще сниму и тренировку для ног ну что мы сделали два упражнения на грудные мышцы и нам осталось сделать третье самое лучшее упражнение на грудные мышцы это отжимание от брусьев так как мы поработали сегодня в первых двух упражнениях очень неплохо утомились то нам дополнительный вес не нужен но я часто меняю упражнения порядок упражнений в тренинге и люблю работать первым или вторым номером когда идут брусья тогда я принимаю применяю дополнительные веса вешаю на себя и работаю зависимости от того какой вес вешаю выполняю различное количество повторений до 6 до 12 и выше без отягощения я могу выполнить 20-30 повторений что в принципе сегодня вы наверняка и увидите брусья очень очень важные упражнения я никому не рекомендую переходить на жим лежа пока вы не осилите как минимум 5 повторений на 15 5 подходов на 15 повторений в отжиманиях от брусьев это будет ориентиром когда можно и нужно переходить и начинать сжать штангу лежа а в подтягиваниях вы должны осиливать 5 подходов в 10 повторениях и как раз таки брусья и подтягивания это то на чем нужно акцентироваться подросткам над чем работать посмотрите на гимнастов посмотрите на их торс на их руки на их бицепсы трицепсы грудные мышцы и вам станет ясно и понятно какое упражнение над чем вообще нужно работать всем нам и естественно подросткам очень важное упражнение помимо того что прокачивает грудные мышцы очень хорошо она еще очень круто подрезает грудные мышцы внизу но конечно же как и пресс эта линия подреза будет четко и видно при грамотном правильном питании никак иначе это тоже нужно понимать осознавать и работать над этим обязательно видите тренировочный дневник и дневник питания потому что когда вы будете тренироваться особенно по принципу периодизации вы не удержите в голове не количество подходов не количество повторений и когда каждая тренировка повторяется через пять шесть недель то вас голове просто уже не останется как вы работали на прошлой подобные тренировки а чем хороша периодизация по принципу спирали тем что вы не ходите по кругу или по прямой а вы с каждым новым витком повышаете поднимаетесь на новую ступень и каждый новый виток в итоге повышает повышает вас у вас растет сила во всех упражнениях у вас растет сила во всех мышечных волокнах вы прогрессируете вы получаете кайф от каждой тренировки ждете каждую новую тренировку и это проверено на себе все те кто тренируется уже как и я не одно десятилетие понимают насколько важно чтобы наша психика была свежей свежая психика залог качественной тренировки залог того что ваши все остальные системы будут хорошо работать и вы сможете целенаправленно концентрироваться на том над чем вы работаете и конечно какой связи мозг мышца может идти если наша база базовый компьютер перегружен никогда ни в коем случае не делайте ничего что может перегрузить вашу центральную нервную систему если вы в это не верите то это ваше право друзья пишите пожалуйста в комментариях кто попробует подобную тренировку как она вам понравилось что вы чувствуете сколько вы уже тренируетесь какие ваши силовые показатели тренируетесь ли вы по принципу периодизации или придерживаетесь линейного тренинга повышения весов вы следите ли вы за тем чтобы ваши силовые показатели росли а если ваши силовые показатели не растут не важно занимаетесь вы на фармакологии или без а если без фармакологии то это очень важно то вы не будете прогрессировать и сосредотачивайтесь на базовых тяжелых серьезных упражнениях которые заставляют вашу эндокринную систему выбрасывать в кровь огромное количество гормонов иначе вы так и останетесь на всю жизнь дрищом и будете заниматься ерундой в тренажерном зале и будете говорить и пополнять ряды тех нытиков которые всю вину сваливают на стероиды ну что друзья вы как всегда видите любой из вас может приехать совершенно бесплатно у нас потренироваться со мной позаниматься и очередной наш подписчик приехал получил все что мы ему обещали получил дозу не обманули тебя не просто не обманули а убили остался доволен да все отлично даниилу повезло больше он живет с нами в одном городе поэтому него есть возможность приходить тренироваться практически каждый день так что друзья прилетайте это лучшее место не только для того чтобы жить но и для того чтобы тренироваться спасибо всем за просмотр и ставьте лайки отличный канал подписывайтесь смотрите очень много полезной информации скажи вы делали что-нибудь другое вообще другого ничего не делали все как надо выбросили гормоны и жестких упражнений на грудь просто идеально проработали то что я пишу в статьях видео в принципе то же самое я и делаю то же самое да эффект вообще отличный пам и сила чувствую прям кровь и тренировка наша длилась ровно 50 минут всем пока увидимся в следующий раз Денис попрощайся ну слава богу мы не черный а пока еще пока еще а у нас вот такая есть позин друг еще не доделаны они в не кругом зеркала сверху будет зеркала такое есть только в главном зале америки и будет у нас добро пожаловать в религию всем пока а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА